русский народ сегодня владеет россией что определяет российскую демократию так это тот факт что люди поверили в концепцию россии и поддерживают концепцию россии и коллективно работают над тем чтобы россия преуспела и мы живем в интересное время это потрясающе ты знаешь это не так как если бы ты сказал эй скотт приходи на шоу и мы бы сказали ну на самом деле нам особо не о чем говорить мир довольно скучное место я имею в виду это потрясающе как быстро меняется мир прямо сейчас и это станет еще интереснее когда эти войны прекратятся они в конечном итоге прекратятся но вот тогда то и начнется по-настоящему интересное вот тогда то и появится вся сложность геополитики и экономики так что ты знаешь мы живем в интересное время и я благодарен за то что у меня есть возможность приходить сюда и вести такие беседы как это да здесь тоже самое я имею в виду я знаю ты знаешь ты совершил несколько поездок россию в следующем месяце я отправляюсь в поездку номер три в китай и когда эти войны прекратятся я чувствую что именно эти две державы будут доминировать в этом многополярном мире вместе со всеми остальными странами которые либо частично либо полностью присоединятся к ним посмотрите на конфликт на украине я имею в виду опять же когда я говорю людям что я простой морской пехотинец я простой морской пехотинец это настолько просто насколько это возможно ты знаешь в колледже я играл футбол и пил пиво это было моим делом у меня была очень интересная жизнь и у меня было несколько довольно крутых впечатлений и все такое прочее но я не гений но я скажу тебе что брикс если ты сейчас не сосредоточен на брикс ты сосредоточен не на том на чем нужно до украинского конфликта брикс был просто своего рода форумом из пяти стран который нигде не получал никакого развития большая семерка всегда собиралась обойти брикс фланга а большая двадцатка всегда собиралась сокрушить брикс из-за этой войны из-за того что америка и европа перегнули палку брикс стал актуальным и расширяется да я собираюсь поехать в октябре в казань на саммит брикс и это будет так это просто я завидую я завидую взорви носки потому что именно здесь в этом многостороннем подходе происходит изменение мы всегда говорили о многополярном мире теоретически это происходит прямо сейчас но в америке опять же я бы не стал нападать на вашу аудиторию но многие аудитории сказали бы хорошо я думаю что понял идею брикс я уже слышал это раньше кстати где находится казань ты знаешь как ты можешь показать это на карте извините но вы знаете что это происходит в казани это должно объединить кстати казань это город в россии но это исламский город он стал центром взаимодействия востока и запада это очень большое дело и этот саммит брикс это огромная сделка ты знаешь война к тому времени может закончиться но тогда начнется настоящая геополитическая борьба и первым крупным полем битвы в этой борьбе будет казань где брикс намечает этот смелый новый мир многополярности против контролируемой америкой сингулярности которую представляет большая семерка вот в чем будет заключаться борьба будущей большой семерки против брикс и это будет увлекательно я в некотором роде очень взволнован этим потенциалом в первый раз ты хочешь нажать кнопку быстрой перемотки вперед на следующие шесть или около того месяцев ну я имею в виду что между настоящим моментом этим временем происходит много других вещей которые я не хочу обходить стороной в июне я поеду на санкт-петербургский международный экономический форум и это снова будет просто сногсшибательно а затем надеюсь я получу приглашение на московскую конференцию по безопасности в октябре и это снова причина по которой я подчеркиваю все это заключается что если вы не думаете о россии прямо сейчас вы не думаете о правильном пути и вам нужно подумать о китае тоже но прямо сейчас россия находится в авангарде этого конфликта с западом и когда война закончится мы должны принять во внимание если мы не понимаем российскую экономику санкт-петербургский международный экономический форум если мы не понимаем российские вооруженные силы московскую конференцию по безопасности если мы не понимаем как россия работает с многополярным миром чтобы создать этот глобальный переход вы делаете что-то не так ты буквально делаешь что-то не так и дело в том что большинство американцев упустит это из виду потому что мы обеспокоены какой-то глупой гонкой между дональдом трампом и джо байдена сейчас это большая проблема я нет но я просто говорю что мы настолько сосредоточены на происходящей драме что не замечаем того факта что в ноябре один из этих двоих вероятно станет президентом соединенных штатов но миру уже все равно потому что мы быстро становимся не актуальными а мир движется вперед этим летом пока мы здесь произойдут три важных события беспокоишься о том не предъявит ли дональду трампу обвинение не предстанет ли он перед судом не выпадет ли мозг джо байдена из его тела знаешь пока мы переживаем по этому поводу мир меняется а ты эксперт по китаю китай не просто сидит здесь и ждет давай просто подождем и посмотрим что произойдет с америки китай тоже что-то делает китай строит китай у него есть своя инициатива пояса и дороги если ты не следуешь ей то ты не следуешь ничему другому ты знаешь мир стремительно уходит от норм которые мы все давно приняли за реальность и в ноябре в день выборов мы проснемся с мыслью эй наш кандидат победил боже мой мой кандидат проиграл а потом мы скажем ну что же теперь пришло время двигаться дальше к миру и мир будет там впереди нас мчащихся галопом прочь а мы будем сидеть здесь и ковырять в носу потому что мы сосредоточены на неправильных вещах русский народ сегодня владеет россией и то что я имею в виду под этим не является как вы знаете финансовым владением конечно же это так но то что я имею в виду под этим это то что вы знаете сколько американцев говорят что я владею америкой то что я имею в виду под этим это америка я являюсь частью процесса который делает америку такой какая она есть сегодня многие американцы чувствуют себя бессильными потому что они чувствуют что система находится вне их контроля политика находится вне их контроля их голос не имеет значения это не имеет значения как это может быть демократией в россии хотя у них нет демократической партии и республиканской партии. И у них нет этого безумия, которое мы называем свободными выборами, которые на самом деле не являются свободными выборами. Что определяет российскую демократию, так это тот факт, что люди поверили в концепцию России и поддерживают концепцию России и коллективно работают над тем, чтобы Россия преуспела. Это как раз то, над чем я всегда смеюсь. Я просто оставлю тебя с этим. Я не хочу этого делать. Но ты знаешь, когда я был инспектором по вооружению в Ираке, единственное, что я всегда слышал, это то, что Саддам Хусейн жестокий диктатор. В Ираке нет демократии, а парламент это просто штамп. Ты понимаешь, что у Саддама Хусейна не было возможности просто сказать то, что у него действительно было, особенно в его собственной семье, в его собственной племенной группе. Он должен был пойти в племя и как бы прояснить этот вопрос, и что племена должны прислушиваться к мнению людей, что это племенные советы и люди собираются вместе, и нет диктатора, который бы говорил, что все они сидят там, слушают и относятся друг к другу с уважением. И они, ты знаешь, когда кто-то высказывает возражение, честь требует, чтобы это было выслушано, и чтобы ты знал, что ты не можешь, ты должен теперь придерживаться того, что их беспокоит. А потом ты предостерегаешь Саддама от того, чтобы он что-то сделал, потому что племя недовольна. И ты знаешь, что это чертовски более демократично, чем все, что у нас происходит прямо здесь. Я имею в виду, что если я могу пойти в свой племенной совет и сделать заявление об этом, о том и другом, а затем они могут поднять этот вопрос, и он дойдет до Саддама. И Саддам будет вынужден что-то сделать. Представь, что я мог бы пойти прямо сейчас в местный городской совет и в конечном итоге сделать что-то, что привлекло бы внимание президента Соединенных Штатов. Так что президенту Соединенных Штатов пришлось бы изменить политику из уважения ко мне и уважения к процессу, уважения к людям, к такого рода демократии, уважения к людям. У нас здесь в Америке этого нет. Это просто нелепо, как политики используют нас. Им нужен наш голос, но они нас не уважают. Так что я устал от людей, которые разбрасываются этим термином демократия. Знаешь, врач, исцели себя сам, Америка. Исправь это, прежде чем говорить об импорте.